Мы здесь вообще не обязаны находиться. 11 дней с момента отправки. Нас просто за день. Мы отсюда уехали 11, из Москвы уехали 11 дней назад. На этих кадрах новомобилизованные россияне в городе Сватово Луганской области. От него до деоккупированных украинскими защитниками территорий всего 15 километров. За время подготовки перед отправкой на фронт призванные россияне из огнестрельного оружия стреляли всего лишь один раз. Сколько раз ты стрелял? Один. Требяшка. Российские полигоны, где мобилизованные проходят подготовку, инспектируют лично глава Минобороны страны-агрессора Сергей Шойгу. Но даже для показательной тренировки для всех новобранцев оружия не хватает. Уровень подготовки тех, кому на учения попасть не посчастливилось, к официальным предписаниям брать только с опытом приближают оригинально. В военных билетах новобранцев пишут не былицы, а о якобы пройденных учениях. У меня был вуз вот такой вот, 999. После того, как меня первый раз не взяли, в военкомате зачеркнули вот эту х**, нарисовали стрелок, а здесь поставили, что я якобы в 2017 году проходил военные сборы. По меньшей мере, пятеро призванных в рамках так называемой частичной мобилизации уже погибли в Украине. Первое официальное заявление о смерти мобилизованных на фронте сделало руководство Челябинской области. Военкомат подтвердил информацию о гибели пятерых южноуральцев, призванных из Коркинского военного комиссариата. Из сообщения пресс-службы правительства Челябинской области. Общие безвозвратные потери России в войне против Украины, по неофициальным данным, превысили 90 тысяч человек. Об этом сообщило издание «Важные истории», ссылаясь на слова действующего сотрудника ФСБ и бывшего офицера российских спецслужб. Несмотря на то, что главы 39 российских регионов, это подсчеты СМИ, уже отчитались о выполненных на 100% планах мобилизации, призыв для участия в боевых действиях в Украине на этом не прекратился. Первый этап мобилизации полностью выполнен. Регион приступил ко второму этапу. Алексей Смирнов, вице-губернатор Курской области, на оперативном совещании. Ростовская область получила новое мобилизационное задание. К его исполнению уже приступили муниципальные призывные комиссии. Василий Голубев, губернатор Ростовской области, в Телеграм. О выполнении на 100% планы мобилизации отчитались и в Бурятии еще 30 сентября. Впрочем, призыв продолжается, а бурятские чиновники пытаются доказать населению, это не новая волна, а так называемый донабор. Работа идет планово. Ни о каких первой волне, второй волне и последующем речи не идет. Всем военным комиссариатам округа установлено определенное задание для комплектования воинских частей округа, а также и других частей, которые находятся вне территории или за территорией Республики Бурятия. Несмотря на то, что некоторые области активизируют призыв, опровергают новую волну мобилизации и в Кремле. Никакой новой волны нет. И здесь нужно у каждого конкретного губернатора уточнять, что они имеют в виду. В Российской Госдуме заявили, мобилизация это не временная акция, а непрерывный процесс. И получить повестку граждане страны-агрессора сегодня рискуют в самом неожиданном месте. Поначалу мобилизовали дома и на работе, позже в паспортных столах и прямо на улицах. Сейчас военкомы добрались и до заведений общепита. Одни россияне бегут из страны, другие отсиживаются в надежде не попасть под руку военкому, третьи покупают амуницию и едут на фронт. Таким образом, так называемая могилизация не только не поможет России победить на поле боя, считают эксперты, но и расшатывает российское общество изнутри. Валерия Никипелова для телеканала Freedom.